Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о защите от дождя. Так получилось, что мой велосипед сейчас находится в ремонте. Ну и, пользуясь случаем, вышел в лес, наслаждаясь природой. Ну и походу решил рассказать вам о защите от дождя. Дело в том, что настоящие велосипедисты не подстраиваются под погоду. Как правило, погода под них подстраивается. И надо приготовиться к тому, что вас будет ждать постоянно ветер в лицо, постоянно склон и погода такая, которая не приведи Господь, то есть дождь. Вот как защититься от этой погоды, я хочу вам рассказать. Первое. Основа моего комплекта, того комплекта, который я рекомендую, это мембранные кутки, мембранные брюки от австрийского производителя Коринтия. Это Survival Resuit. Совершенно простое изделие. Подходит под любой размер и надевается прямо на ваше снаряжение, на вашу экипировку. К сожалению, мембрана не тянется, у нее есть такой косяк. Во-первых, то, что если даже она растягивалась бы, она пропускала бы в этот момент лучше влагу, потому что пора тоже как бы раздвигается, а то попадает влага. Вот, она не тянется и поэтому стесняет движение, в ней двигаться неудобно. Ну, а этот комплект сделан таким вот огромным, размахальством. То есть, его можно надевать прямо на любого дядю. Вот сейчас я его надену и просто в кутку покажу, как она выглядит. Никаких затяжек, вернее, никаких молний и карманов тут нет. Она простая совершенно. Кстати, я могу в описании под этим видео кинуть ссылку на настоящий обзор про эту куртку, более подробный. Вот, вот так вот она выглядит, вы можете надевать ее и даже какие-то мелкие сумки под нее прятать, если хотите, защитить их от воды. Брюки надевать я не буду, я просто их покажу. Вот так вот они выглядят и регулируются под любую талию. Огромные брюки широкие. И ехать в этом, кстати, удобно. Проверено несколькими походами с серьезным натиском. Вот. Значит, здесь мембрана Гортехс. Она обладает, держит столб гидостатичный 10 метров столба на метр квадратный и великолепно дышит. Видите фактуру репстоп, что препятствует ее разрывам от мелких каких-то колючек и острых предметов. Вот такой вот комплект. Великолепно дышит. И не задержит испарение, потому что когда вы будете двигаться, вы будете испарять влагу. И самое главное, когда вы будете, когда она испаряется, дайте ей спокойно выйти за пределы вашей одежды. Вот. Ну, вот так выглядит основная часть. То есть брюки и кутка. Капюшон. Капюшон здесь присутствует, но я его не надеваю. Вы же прекрасно понимаете, что капюшон закрывает нам периферическое зрение. Самое чувствительное, самое важное. Вот. И слух тоже ваш ограничивается, и вы не услышите машину сзади. Поэтому лучше, конечно, капюшон надевать только на привалах. Ну, а для того, чтобы вам все-таки не замочить голову, есть различные шапочки, которые защищают вас от дождя. Сам шлем по себе, он, конечно, защищает вас от дождя. Но есть вот такая смешная шапка от фирмы Кор, которая выпускает мембраны Гортехс. Такая вот потешная велосипедная шапка, которую можно поддеть под шлем. Вот. У нее есть такой вот смешной козырек, который можно опустить, если вам вдруг нужно от солнца спрятаться в дуг. Вот. Но этот козырек, как правило, носят все поднятыми, и вода не стекает на лицо, она как раз по краям уходит. Вот это все поддевается великолепно под шлем. И вы можете ехать, уши ваши будут открыты, голова будет защищена от воды, и, собственно, вам будет комфортно в этом головном уборе передвигаться. Еще одна немаловажная деталь. Если мы рассматриваем то, что вы передвигаетесь в осенне-весенний период и попадаете под дождь, то, как правило, вы используете ботинки с мембраной Гортеx. Вот, например, там вот. Вот пример. Это ботинки от фирмы Лова. Называются они Мэдекс. Они 100% влагонепроницаемые. Ну, как видите, они низкие. Соответственно, какие-то лужи вы можете переходить вброд, но вода от дождя обязательно попадет внутрь. И для того, чтобы это не произошло, есть вот отличные гамаши от фирмы Салева. Они 100% влагонепроницаемые, не дышащие, но, в принципе, это не критично. Очень легко надеваются на любую ветву. Видите, здесь шлейка, которая проводится под каблуком. То есть я сейчас покажу, как они надеваются, и вы сами посмотрите. Двусторонняя молния и крючок, который накидывается уже на штуки. Все, все с боков защищено, и в ботинок уже ничего не попадает. Вот такой вот момент. Если вы летом передвигаетесь, если вы летом передвигаетесь в той обуви, которая, в принципе, не защищена никак от влаги, например, это какие-то легкие кеды, или супер проветриваемая обувь сетчатая какая-нибудь, то я рекомендую использовать вот такие вот носки от фирмы Силскинс. Здесь тоже присутствует мембрана, но она имеет эластичные свойства. Как это делается? Мембрана защищена с двух сторон защитным слоем. Изнутри и снаружи. А сама она уложена в виде гармошки. И поэтому позволяет ее растягивать. Такой вот у нее эффект. То есть она хорошо облегает ногу. Эти носки 100% влагонепроницаемые и дышащие. Их можно надеть под какие-то кеды, те, которые не задерживают влагу. И ехать в этих вот носках под дождем. В них даже можно форсировать какие-то мелкие водные преграды, речушки и так далее, лужи. Вот в таких носках можно передвигаться летом под дождем. Очень важная деталь – это перчатки. Когда руки у вас на руле, если холодная погода и, естественно, ледяной дождь, лучше, чтобы перчатки были у вас на руках и чтобы они защищали вас от влаги. Это перчатки, опять-таки, от фирмы Sealskins. Называются они ультрагрип. Я их немножко дополню вот такими петельками, чтобы можно было вешать их на крючок вашего снаряжения или просто подвешивать их, как в малышовой группе в детском саду. Вот. Тоже 100% влагонепроницаемая и дышащая ткань. Она выдерживает серьезный дождь. То есть в этих перчатках можно ехать под дождем и не бояться, что ваши руки леденеют и промокнут. Очень важный момент. Ну и подытоживая, я хочу рассказать о принципе, по которому работает мембранная ткань. Но это, скорее всего, для тех, кто не знает. Любая мембранная ткань поровая, она имеет мельчайшее отверстие на единицу площади. Через эти отверстия молекулы пара вашего испарения под действием теплого воздуха, который вы выделяете, выходят за пределы. Это дышащие свойства. А в связанном состоянии, когда вода уже в виде капли, эта мембрана не пропускает. Так осуществляется влагозащита. Вот за счет этих условий обеспечиваются дышащие свойства и влагонепроницаемые свойства. Одно самое главное условие для того, чтобы вам было комфортно в динамике, то, чтобы те вещи, которые были надеты под мембрану, были из синтетических тканей, желательно полиамид. При таком соблюдении вы будете чувствовать себя комфортно. Шерстяные хлопковые вещи желательно исключить вообще, за исключением шерсти мериновых овец. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Хорошего вам катания и всем пока!